В ожидании приговора представители одного из убитых парней вновь и вновь переживают случившиеся. Сестры Алия и Жанна вспоминают, что об убийстве их брата Мангельды они узнали уже на следующий день. Об этом им сообщили друзья погибшего брата. После убийства на второй день нам позвонили с Алматы и сказали, что убили братишку, что уходят упорные слухи по городу, что убили братишку. И вот с того момента, будем так говорить, с 17-го числа мы начали вести это... Искать сами, мы нашли сами. Да, нашли что и как, откуда. Где, откуда, как произошло, мы все это нашли сами. Сами приехали на эту дачу. Подсудимый Иван Кольнов только в марте этого года вышел на условно-досрочное освобождение. До этого отбывал срок за убийство 12 лет. Но, видимо, на путь исправления не встал. Хотя в новом преступлении признался и даже утверждал, что раскаиваться. Приговор слушал спокойно. И окончательно назначить Кольнову Иванову Станиславовичу 21 год решения свободы с конституцией имущества. В соответствии со статьей 14, часть 2, пункт 2 Украинского Казахстана, признать действия Кольнова опасный рецидив преступлений и определить отбывание наказания в исправительной колонии особого режима. В июле этого года Кольнов вместе с сообщником Романом Кокумбаевым, который все еще находится в розыске, находясь на даче, устроили настоящую резню. Из-за незначительной ссоры они буквально изрешетили ножами своих гостей. 36-летнего Амангельды и его приятеля, 35-летнего Александра Глазкова. Тело Амангельды убийцы закопали здесь же, в одном из дачных сараев, предварительно обшарив его карманы и даже забрав туфли. Александр смог убежать, однако на второй день от полученных травм скончался в больнице. Я рада, что он не подлежит ни амнистии, ничему. Пускай сидит хотя бы этот. И хотелось бы пожелать нашей доблестной полиции, чтобы нашли второго участника и желательно-то пораньше сделали. Приговор еще не вступил в законную силу. Субтитры сделал DimaTorzok